здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко весна не просто постучалась в наши дома весна уже очень активно входит в нашу жизнь понятно что еще возможны иногда какие-то холода но так или иначе сама ну скажем так сердце выпрыгивает от радости потому что хочется немножечко расслабиться вздохнуть этого свежего весеннего воздуха и внимание заняться спортом почему потому что до зимние залы бассейн все это существует и существует система активного долголетия слава богу после пандемии она возвернулась к нам но как это работает сейчас по новому по весеннему расскажет нам сегодня инструктор по спорту дирекции спортивных сооружений городского округа люберцы ирина арсентьева которая была уже гостью нашей программы поэтому мы вновь приветствуем и в студии здравствуйте орехи началось сейчас наверное у вас прямо списке списке хочу ходить заниматься ищут где кто по каким видам спорта верно вы знаете неверно неверно и никуда никто и не уходил да да можно чуть-чуть так расскажу все так ситуация выглядит у нас в скандинавской ходьбе вот и о своих личных ощущениях начну с личных ощущений также как у вас солнышко на будоражит кровь хочется движения хочет хочется двигаться солнце радует радует предстоящая весна я думаю что это ощущение у всех что касается скандинавской ходьбы то вот очень интересно она вне сезонная но это понятно зимой тоже можно ходить зимой но я говорю о том что зимой мы по одному ходим а весной по другому вот я о чем говорю если про настроение туда вот я же пройдем и зимнее настроение что вы зимой хоть вы к нам приходили когда мы говорили о зимнем на варианте и кстати зимой учу уж там греха таить даже чаще видишь людей с какими-то золочками причем потому что они то выходят как положено по графику вы нам об этом сегодня раз на зимнюю тренировку весной все равно мне кажется что больше людей те но есть люди которые все время с вами занимаются да а мы же хотим привлечь еще каких-то новых которые вот как раз скинули себя этот зимний налет скажем так и готова вот чем бы заняться вот они будут сейчас вас искать поэтому мы и о стареньких и о новеньких говорим здорово всем новеньким мы будем очень рады у нас прекрасная команда очень дружелюбная гостеприимная команда поэтому все кто придут я к нам на скандинавскую ходьбу найдут для себя интересный круг общения найдут для себя друзей а найти нас легко по понедельникам и пятницам в 10 часов центральном парке и в 12 часов на наташинских прудах то есть вы везде успеваете да правильно скажите вот отталкиваясь от зимников и весенников есть люди которые в общем-то не прерываю то есть как вы сказали все сезонные зоны а я все-таки наверное кто ну весной все равно же приходят какие-то новички и потом может быть остаются с вами надолго да такое тоже есть вы знаете я работаю со старшей возрастной группой и тут немножко другая тенденция весна начиная с апреля апрель-май как только стоит снег на дачах очень многие уходят на другую физическую активность дачники но вот если судить по статистике прошлого года вы знаете в лето количество народу нас не уменьшилось у нас как было много народу так и осталось приходили новенькие конечно да я с вами согла вы правы да мы сохранили свою статистику именно благодаря притоку свежих сил в прошлом году весной и летом да ну и потом вы меняет на мажда да что программа нам кажется что она еще такая молодая а в общем то уже активное долголетие вообще вот этот вот проект долголетие который по всей стране идет в том или ином варианте название в московской области конечно же активное долголетие он вроде как недавно пола уже кажется что он был всегда потому что до люди находят какие-то интересы ваши коллеги здесь приходили по самым разным кто-то что-то руками делает кто-то печет а вот у вас занимаются спортом причем это же приятно когда мы говорим люберцы территория спорта мы как право представляем себе молодежь там ну юноши у нас есть очень часто бывают и медалисты что нас радует кстати даже уже после нашей программы мы желаем медали они приходят уже с медалями то есть можно такой талисман добрый но речь здесь идет о людях которые к спорту может быть даже приобщились благодаря вам может быть они никогда не были особо спать спортивно активными но услышав про скандинавскую ходьбу про то что это такой удобный и интересный те главное не сложная и не сложная активность на не идут к вам вот несмотря на то что вы у нас уже были в гостях дать мы еще раз напомним что же такое скандинавская ходьба сегодня где она стоит так сказать вот в этом спортивном оздоровительном сегменте что она занимает какую нишу чтобы напомнить нашим зрителям и тем кто возможно к вам придет скандинавская ходьба это один из способов из инструментов развития физических качеств человека то есть инструментов много этой скандинавская ходьба для молодых для положил их для молодых это может быть бег ну к примеру если взять меня но я вот не очень-то как бы сказать молодая девушка последний мой забег был четыре года назад мне было 58 чё себе но я это сделаю исключительно для исторической справки не потому что я сейчас конечно я пробежала кросс не потому что я сейчас не могу свою пробежали 5 километров в 58 лет а что 58 лет это возраст я просто уточняю я же она себя еще перевожу я это я пробежу я сделала исключительно для исторической справки чтобы понять что в 58 я еще не развалина я могу сейчас пробежать просто в этом нет необходимости потому что быстро скандинавская ходьба она сопоставима по своей оздоровительной активности сопоставим медленный бег сопоставим с быстро скандинавской ходьбой то есть они где-то там приравниваются они приравниваются по своей оздоровительной эффективности потом смотрите такой момент но возьмем люберцы много ли у нас места территория с мягким грунтом ну вот стадион был да у нас можно было по мягкому грунту бегом в лесу 0 леса в любом нет до бегать по асфальту достаточно сложно но вот лично у меня ноет колени поэтому я для себя сделала выбор какой смысл мне бить колени если я могу получить тот же самый результат с палками занимаюсь с палками да и получает тот же самый результат нет смысла бить колени на асфальте и чисто психологически мне кажется все-таки есть ощущение что немножко меньше вкладываешь а эффект примерно тот же чисто психологически да да и вот этот метод скандинавской ходьбы мы уже говорили о том что он существует тоже довольно таки давно сначала он пришел как некая мода подражание некоторые вообще думали что что за странные люди которые с лыжными палками друг почему-то хоть да было такое да было потом выяснилось что это прямо вот такая серьезная и целые люди стоят за этим то есть исследования какие-то проходят до что это полезно да из исследования и федерации и федерации по скандинавской ходьбе есть более того я говорила на прошлой нашей встречи что скандинавская ходьба внесена в реестр вида спорта то есть это не то что там бабушки ходят с палками это не спор для инвалидов или стариков скандинавская ходьба в девятнадцатом году внесена в реестр вида спорта вот ну серьезных соревнований тоже кандинавской нет прям за это спорно прям вот да ну и довольно интересно и принципе соревнования наверно как какие-то рано или поздно придумывают вот проводятся в форме фестивалей форме фестивалей кубков но каких-то в олимпийскую программу не включена и включил кадинаска хорошо ну мы говорим сейчас а старше до возрастной группе в основном который к вам приходит но мы же понимаем что наверное ничего не мешает скандинавской ходьбой заниматься любому человеку в любом возрасте и кстати если даже бабушка или дедушка которые становятся такими заядлыми спортсменами у вас можно я бабушек нет у нас есть девушки девушки хорошо но я спортсменки да а бабушек у нас не до бабушек на лавочках это у вас нет а я говорю о другом что бабушка и дедушка у них есть дочери сыновья у них есть внуки может быть если они потом покажут возьмут внука с собой и у них уже получится семейный такой подход это же тоже хорошо вот потому что вы сейчас смотрите это с точки зрения фестиваля а я смотрю с точки зрения внедрения этого проекта то есть разрастание его превращение не просто еще в клуб по интересам что хорошо в некую семейную историю это тоже на потому что вы правильно говорите ну что раньше была дача что такое дача настоящая дача это когда человек приезжает до умопомрачения там работы на полом лежит начало воскресенья потом опять дома попрощения работа там но на работу либо отдыхать домой потому что дача закончилась но дачу также как и спорт нужно любить нужно быть ее фанатом но кстати можно не любить но нужно понимать что это нужно я имею виду спорт вот давайте поговорим о ваших людях а тех в девушках юноши которые к вам приходят и это люди которые заинтересованы наверное уже не только в самом этом виде спорта но и заинтересованы в каком-то общении которые они там получают верно кто вас сегодня в вашем коллективе можно я вот вернусь буквально на несколько ваших фраз назад и хотела бы немного рассказать о скандинавской ходьбе для молодых вы затронули этот вопрос мне хотелось бы на нем установиться насколько скандинавская ходьба может быть интересно и актуально для мало молодых в группу наташинских прудах на прошлой тренировке в понедельник пришла молодая женщина тридцати восьми лет то вот она прошла с нами полную тренировку вот но когда в конце тренировки я спросила какое у нее впечатление она сказала что я наверное останусь и буду бегать я не останусь у вас в группе вот дело в том что скандинавская ходьба в чистом виде в том варианте который я практикую для активного долголетия молодым людям до 40 лет он может быть скушь она может быть скушна другое движение другое движение в молодежи слишком много энергии монотонная ходьба с полками она может быть скушна но это только при беглом рассмотрении ведь скандинавская ходьба это занятие на свежем воздухе и когда я провожу тренировки в спортивном клубе коммерческом спортивном клубе целевой аудитории которая является молодежь то там совсем другая техника и совсем другой подход да и после трех часов часов скандинавской ходьбы в хорошем темпе у меня люди уходят очень удовлетворенные и я выброс энергии произошли часа скандинавской ходьбы в быстром темпе конечно плюс еще физическая нагрузка суставная гимнастика вот и ни разу я не слышала от молодых спортсменов что они остались не удовлетворены или что им астана им этой нагрузки было недостаточно то есть вы знаете как нагрузить конечно например вот если моя спортсменка на наташинский пруды 38 летний все-таки придет я предложу ей надеть утяжелители на ноги вот по два килограмма вот как в бассейне тоже плавают с утяжелителями да то есть тренировки на свежем воздухе с палками это не просто ходьба спорят масса вариантов вот сейчас мы сделаем небольшую паузу выяснили видите мы добавили к нашим разговорам в прошлом о том что и молодежь может заниматься скандинавской борьбой но за скандинавской ходьбой ну-ка на конце концов это уже борьба с ней с некой своей ленью вот может могут заниматься но по другой программе и получать нормальную нагрузку другую нагрузку для того чтобы поддержать ответ на возраст сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим разговор о скандинавской ходьбе продолжим говорить об активном долголетии в программе открытый диалог напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко инструктор по спорту дирекции спортивных сооружений городского круга люберцы ирина арсентьева главный специалист по спортивной ходьбе скандинавской ходьбе и специалист по активному долголетию в том числе возвращаясь к вопросу который мы оставили еще без ответа в первой части не кто приходит сегодня кто эти ваши юноши девушки ну такого старшего возраста разброс по возрасту очень большой то от его 38 до 87 то есть почти 50 лет разброс да но если сузить на самом деле я немножко слукал вела до 38 лет всего лишь одной спортсменки и не факт что она останется в нашей команде хотя я лично была бы очень рада вот если сузить но так при рамке более реально то есть это 55-80 и каждый человек независимости от своей физической формы от своего возраста от своего настроения от своей психической организации находит место в нашей команде вы задали вопрос относительно общения на самом деле но на мой взгляд я я очень субъективно оцениваю но на мой взгляд соотношение вот социализации общения в группе да и собственно вот физическая активность на мой взгляд 50 на 50 ну то что я вижу в своих группах меня очень радует когда мы проходим но как правило на тренировке мы проходим два труб круга между ними фрагмент суставная гимнастика вот и меня очень радует когда после первого круга группа приходит на площадку для занятий составной гимнастикой и у меня люди там 35 человек это не говорят говорят я их не могу оторвать друг от друга я их зову девушки здесь давайте уже будем начинать им настолько интересно с друг с другом что я их не могу оторвать поэтому понимаете вот и поэтому когда я говорю что социализация это очень важно вот пожалуйста пример насколько то есть люди одинокие старшие как правило да и вот они пришли в группу они нашли здесь друзей настолько им хорошо друг с другом что я их оторвать друг от друга не могу я считаю что это очень важно хорошо ну и давайте вернемся еще раз расскажем тем может быть новичкам которые к вам придут вообще механизм занятий как вот вы говорите начинается и сколько встречи какова нагрузка что входит в эти упражнения какие то скажем группы мышц в этом задействовано и опять же наверное может быть я не прав это какой-то общий такой рисунок для всех либо для 55-летних немножко пожестче для 80-летних немножко понежнее как это работает вот именно таком схематическом плане ну тут я вижу три вопроса давайте начнем с нагрузки как я рассказывала у каждого спортсмена своя индивидуальность то есть большой разброс по возрасту сопутствующие заболевания и разная степень физической подготовленности поэтому всем дать равную нагрузку просто не представляется возможным поэтому у нас мы у найдено очень простое решение со старта стартуем все но из группа дальше в зависимости от того как тебя человек сегодня чувствует или какова его физическая подготовленность вся команда разбивается на подгруппы в зависимости от того с какой скоростью людям комфортно ходить во первых ходят с разной скоростью то есть к каждой новость там но говорим о новых да ну новый новый занимающийся пришел он себе может подобрать группу с которой ему комфортно идти с той скоростью которую он может выдерживать что касается скорости что касается дистанции мы ходим по трем разным маршрутам маленький средний и большой тот кто чувствует себя хорошо тот кто давно занимается он идет хорошей скорости по большому кругу средний для тех кому более комфортно маленький для начинающих либо людей для людей с ограниченными какими-то ограничивающими какими-то заболеваниями в результате через заданное время через 20 минут все мы собираемся в одной точке и здесь у нас уже 2 проходит второй этап тренировки это суставная гимнастика с палками это что касается нагрузки вот что касается групп мышц вы знаете я к сожалению не имею оборудование для подсчета количества задействованных мышц есть такое оборудование миографы но у меня нет поэтому я исхожу из того что как бы пишут в различных источников пишут что при активном использовании палок задействованы до 90 процентов мышц ну то есть все тело для тела да и плечевой пояс и пресс и ягодицы и ноги вот ну плюс еще и дыхательная система диафрагма работает ну вот кстати по поводу задействованы мышц все равно же контингент такой сложный с точки зрения мы же все время следим уже люди же разные есть вот чувствует себя не очень хорошо а хочет типа как все до выполнять как все у нас то есть вы говорите например дать чуть каждый человек знает как но иногда человек находить и ходит в курсе перри перри оценить себя вот такой же вариант тоже не исключен вы знаете люди все взрослые да и поэтому если кто-то себя плохо чувствует ну как бы подходят ко мне говорят ну то крайне редко такой тоже но это как важный вопрос почему потому что наша задача чтобы не навредить не навредить только нет мы не вредим да и не навредим вопрос по поводу индивидуального подхода вы спросили каким образом нагружаются более сильные во первых когда мы идем по маршруту более сильные буб более молодые как я сказала идут с большей скоростью а боль по более длинному маршруту и соответственность они испытывают большую нагрузку то есть за 22 заданный промежуток времени за 20 минут они проходят больше скоростью более длинный маршрут это первое второе когда я провожу второй этап тренировки суставную гимнастику со скандинавской с палками для скандинавской ходьбы я знаю кто и спортсменов у меня более сильные и я даю им упражнение из силового тренинга упасть отжаться упасть а вот так есть ну то есть масса разных вариантов зависимости от того что спортсмен хочет укрепить но чаще всего у женщин проблемный женская зона это трицепс это ягодицы внутренняя поверхность бедра поэтому мы делаем отжимания обратные отжимания приседы вот но достаточно нагружая ну да я такой серьезный подход а еще вот такой вот вопрос вообще вот эта система она же подразумевает еще может какие-то соревнования проходят какие-то встречи наверно какие то есть коллеги в других местах что-то такое есть или может быть планируется ведь можно же устраивать но такие соревнования например но он в конкретных возрастах до между регионами и так далее до соревнования проводятся вот в частности у нас в люберцах регулярно проводятся фестивали по скандинавской ходьбе фестиваль отличается от соревнований тем что побеждает все побеждают все кто пришел к финишу получает как правило от спорткомитета подарки призы внимание телезрителей телезрителей вот и как правило побеждает все этим фестиваль отличается от соревнований вот прошедшая пандемия 20 года она очень сбила очень сильно сбила наш спортивный азарт мы выезжали на соревнования по скандинавской ходьбе но сейчас как-то вот выбились из колеи за пределы люберец последнее время мы не ездим но вы отслеживаете данные это понимаю что это у всех после пандемии небольшой только такая пауза что называется но кто знает может быть все возродится сейчас у нас идет 400-летие город городского округа люберцы и как говорится везде идут такие приятные праздничные усиления чтобы показать так сказать к ну осенью будут основные у нас события и так далее а вот я хочу знать что у вас есть в планах может быть собирать еще какую-то группу может быть действительно устроить не не просто фестиваль а как-то по-новому еще что-то его сделать что вы закладываете вот в планах скандинавской ходьбы вот на этот 2023 год в двадцать третьем году мы будем участвовать во всех мероприятиях и во всех фестивалях которые будут проводить спорткомитет люберец на есть план какой-то да вы в нем как бы участвовать вы знаете как правило весной и осенью проводится фестивали от лаги когда нас пригласят мы обязательно придем понятно просто думал может быть 400 летию будет что-то особенное давайте вернемся еще к инструментарию потому что тоже вопрос обычно задают еще раз напомним что многие люди до сих пор который не в курсе но в принципе готовы что это за палки где их покупать где их заказывать может на какой-нибудь маркете на онлайновом либо где-то их можно арендовать за какие-то деньги вот немножечко о палках самих об инструменте поняла вопрос очень интересный и легко решаемый на самом деле вы знаете сейчас палки для занимающихся в программе активный долг активное долголетие можно не покупать их можно взять либо на куракинской дом 5 доме ветеранов где располагается офис активного долголетия палки выдают бесплатно палки прекрасного качества абсолютно новые спортсмен приходят с паспортом сотрудник активного долголетия записывать паспортные данные и выдает палки в личное пользование то есть их не нужно возвращать а то есть на то время пока он занимается да это первый вариант второй вариант для занимающихся в парке наташинские пруды администрация парка имеет пять пар палок для скандинавской ходьбы такого же хорошего качества парке прям в парке да вот их также можно взять позаниматься но единственная разница эти палки нужно возвращать после тренировки нужно то есть в люберцах проблема с палками с оборудованием она решена кардинально и и в принципе нет ну я имею ввиду в проекте активное долголетие проблем с палок никаких нет но остается сказать что это здорово но и возвращаясь потихонечку уже движемся к финалу вот на сегодняшний день вы же наверное следите там за мировыми трендами что там а как развивается эта вся история потому что спорт как мы понимаем он он же не стоит на месте да может быть там палки какие-то новые придумывают может быть опять же вот то о чем мы с вами говорили попытки пока не олимпийский вид спорта но хоть уже просто вид спорта вот следите за этими тенденциями что-то там для себя так сказать записываете на карандаш вы знаете я так поглощена работой в активном долголетии что мировыми трендами мне просто никогда заниматься понятно ну хорошо и давайте еще раз напомним как вот человек что паспорт нужно с собой принести прийти к вам ко мне нет для того чтобы прийти в программу активного долголетия сейчас сейчас занят для участия в активном долголетии созданы идеальные условия в принципе не требуется ничего кроме желания если брать в качестве примера скандинавскую ходьбу человеку нужно просто прийти на тренировку в хорошем настроении ну желательно с палками ну и не бояться то есть он вольется в коллектив конечно примут радости не было случая чтобы новенького не приняли радушно поэтому конечно боятся людей боятся нового коллектива не стоит не стоит все получится все что нам остается пожелать ирине арсентьева и всем ее подопечным чтобы по-прежнему скандинавская ходьба здесь на территории городского круга люберц развивалась потому что ирина очень переживает беспокоиться за эту историю как и положено специалисту ну и если вы увидите идущих дружной гурьбой спортсменов назовем их так по другому нельзя вот то знаете что вы тоже можете присоединиться к этому замечательному коллективу и помимо спортивного наслаждения по и получить еще и морально спасибо огромное инструктор по спорту дирекции спортивных сооружений городского округа люберцы ирина арсентьева была гостьей нашей программы а это был открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания